И с тобой здравствуйте, мои дорогие кристаллики! С вами Слава Кристалл! Продолжаем играть в разные игры! И сегодня, ребята, мы с вами продолжим играть в ГРРРОУ КАСТЛ! Так как предыдущая серия вам очень даже понравилась, большинство поддержало мою идею по прохождению этой игрушки. Хотя прохождение им его трудно назвать, потому что она супер длинная, я не знаю, возможно ли вообще пройти на роликах. Но попробуем, будем играть дальше, пока вам нравится, буду стараться играть дальше, понятное дело. Ну что, ребята, о предыдущей серии мы с вами встретились о том, что мы прокачали себе замок, сделали небольшую армию, Ну, теперь раз даже денежки добавляются на автомате, но, как казалось, денежки не добываются, если я не сижу в игре. Получается, надо тоже сидеть в игре и не выходить из неё, чтобы деньги как можно быстрее складывались. Ну, ладно. В общем, мне написали в комментариях дико полезную штуку, как я понял. Это, что три ведьмы, это три имбы, поэтому трёх ведьм надо купить, как я понял, и тогда мне с ними будет гораздо проще. А сначала потому, что это один юнит такой, три ведьмы, но, видимо, надо отдельно на каждую ведьму накопить и наверняка мы будем тащить. Ну, ладно, начнём тогда бой. А тем временем, ребята, если вам нравятся ролики по Гроу Эмпайру, ой, Гроу Кастл, точнее, господи, Гроу Эмпайру, Гроу Кастл у меня в голове всё это перемешивается. Ладно, пока что обстреляем. Если вам, кстати, нравится, да, говорю, игрушка, то поддержите лойсом. Чем больше лойсов, тем больше роликов по этой игрушке будет выходить и дальше. Так, надо скиллы сразу поражать. Молнии полетели, там рыцарей призвали. Всех-всех-всех сейчас нас умоним. Как можно быстрее хочется пройти и заработать денег на нового юнита нашего, офигенного. И мана уже закончилась. Господи, давай, моя лучница, я тебя прокачивал прошлый раз, так что давай помогай мне. Ага, бой мы затащили и SP-поинт получили. Я пока что в деньги иду, поэтому деньги будем апать. Я набрал кучу апгрейдов, как вы помните, различных, на то, чтобы денежек давалось за каждого юнита как можно больше. Это позволит нам, понятное дело, довольно быстро добраться до ведьм, до ведьмчик и посмотреть, насколько же они всё-таки клёвые. Мне кажется, что это хорошее вложение денег и надеюсь, что это действительно очень хорошее вложение денег. Так, молнии полетели. Ещё, оказывается, на боссов скиллы не работают, как конкретно магия, поэтому использовать больше магию не буду на боссов. Стараться, по крайней мере, буду избегать этого магического контакта с ребятами, которым на это плевать, скажем так. Ладно, молнии сюда закину. И рыцарей призываем, рыцари пошли. Да-да-да-да-да, всё-всех фигачим, всё хорошо, всё классно. Пока что держимся хорошо, уже денег хватает на ведьмочку, поэтому сейчас будем себе её брать. Получили ещё скиллпоинт и давайте-ка лучника нашего активируем. Чё-то реально их очень много, я даже проиграл, но ничего, у нас сейчас появится ведьма и вместо кого бы поставить. Давайте вместо мечника поставим. Так, и одна из ведьм, какую бы лучше взять? Алису, если мы берём, то это будет суммон 2 скелетона на 20 секунд, которые каждые 10 секунд наносят урон, что ли? Алиса, 2 скелетона и Дороти тоже, получается, 2 мага. Ага, каждый из них это, получается, суммонер. Ну окей, попробуем сначала с неё начать, потом дальше посмотрим, насколько же будет интересно, насколько же будет круче всё. Наспроисходить, так, SP-поинт у меня есть, поэтому давайте-ка снова монеточки апнем. Пока что я, говорю, в деньги иду, поэтому буду по поводу денег конкретно и заморачиваться. Ого, у неё скилл, то есть скилл у неё заряжается даже, настолько он, походу... А-а-а, нифига себе, она постоянно спавнит кого-то. Офигеть, это круто, слушайте, каждые 10 секунд, получается, призывается юнит. Слушайте, а если будет целая куча ведьмочек, реально будет очень даже неплохо, поэтому... Я бы не отказался, если бы я себе такую армию завёл. Три ведьмочки, это было бы супер-мега круто. Ещё и магов там завести, воинов и всё в этом духе. Мы достаточно быстро на них накопим, поэтому всё у нас будет круто. Ну так. Деньги буквально там, чё, мы сейчас две волны пройдём, и у нас уже будет достаточная сумма денег. Плюс эти чуваки стопорят юнитов, которые там также продолжают, они, точнее, отвлекаться на них, и это здорово. А, потому что тормозят атаку на меня. Это очень важно. Так, молнию сюда закину, давайте скорее залп и стрел, и чё-то как-то они близко ко мне подходят. Ну нет, на самом деле, хп я вообще почти не потерял, это здорово. Так, погнали, следующий бой. Да-да-да-да-да, пять волн скипать не буду, даймонды тратить не хочу. Оу, против меня тоже пошли уже скелеты какие-то, таких я ещё не видел. И новый скиллпоинт получил, это круто. Так, катапульты давайте сразу снесём. Катапульты наибольшие мне могут урон по старту снести, поэтому мне они не очень нравятся. Так, новых зомбаков давайте. Блин, реально, слушайте, спасибо вам за советы, а? Хорошо, когда вы знаете прям реально хорошие темы. И, господи, сосочный босс пришёл! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну ладно, сосочный босс меня засосочил, понятно. Так, ну тогда вместо орка берём следующего. Орк мне меньше всего нравится из того набора, что у меня есть. Так, это будут у нас, значит... А, это были воины, сейчас будут лучники или магии. Ну, пускай будут лучники, посмотрим. Денежку мы довольно быстро наберём, и все ведьмы у нас уже будут в нашем арсенале. Это будет здорово, когда такая тема произойдёт. Ну-ка, сколько? Сейчас будет считаться выходить два лучника и два воина. Насколько они крутые, не знаю, но надеюсь, что реально сейчас будет гораздо проще. Ну, нифига, слушайте, их довольно много становится по истечению времени. Это да, это очень приятно. Так, стоп, не хочу, чтобы меня сейчас катапультами завикачили, поэтому полетели все мои способности. Босс, 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 босс. Давайте валить его, пока мою базу не засосочил. Всё, отлично. Минус ещё один басяндра. Так, снова я апаю денежки, мне деньги, говорю, больше всего хочется покапать. Хотя, возможно, это не самое логичное распределение средств, но мне кажется, что так будет лучше для того, чтобы быстрее базу защитить, быстрее прокачать наш сам замок и всё в этом духе. В общем, эволюционировать по полной программе нам, чтобы как можно быстрее. Ещё и магичек потом прокачать нужно будет. Интересно, а с левелапом у них будет больше этого? Как его? Быстрее будут спаивать скелеты, если мы их левелап будем на них делать или нет? Как это вообще будет работать? Интересно. Ну, всех ведьмочек-то я по-любому возьму. Было бы ещё круто, если с ними была бы комбинация какая-нибудь, знаете? Типа, ты собрал этих всех ведьмочек конкретно, и тебе ещё какой-нибудь супер бонус. Всё-таки ты три ведьмы себе купил. Может, такой есть? Не знаю. Если такой бонус будет, то будет очень круто. Ну, вряд ли, мне кажется, что здесь такого нет. Здесь такого, наверное, нет. Самое прикольное, что мне их и юзать не надо, маны как бы на них не требуются, они сами по себе постоянно призывают, и всё круто. Единственное, мне интересно, они сами атакуют или не атакуют? Или у них только вот эти касты? Ну, в принципе, если они даже сами не атакуют, можно считать, что эти чуваки-сумоны, это всё-таки их атака и всё в этом духе. Так, ну тогда вместо мага, наверное, давайте последнюю ведьмочку берём. Это у нас будет Дороти. Всё, берём Дороти. Теперь у нас полный набор, три ведьмочки, куча сумонов. Дальше надо замок качать, поэтому сейчас будем грейдить замок, и там уже мы с вами купим-купим-купим ещё одного какого-нибудь героя. Там посоветовали ещё вроде этого чувака, который гиганта призывает, тоже довольно крутой должен быть, как мне написали. Так, вот и маги появились у нас. Ну, реально, вот это армия. Ух ты, господи, врагов так много, что ж у меня подлагивать начинает. Ну, слушайте, а маги-то не справляются, точнее, вот эти скелеты не справляются с титаническим количеством юнитов вражеских, поэтому надо скорее получить себе ещё один слот, как мне кажется, на ещё одного героя. Всё-таки ещё кто-то мне нужен. Недостаточно данной мощи, которая у нас уже есть. Так, ну, буду ждать, когда скопится самая огромная куча противников из этих миллиардных катапульт, и после этого уже буду использовать два скилла, которые быстрее всего очищают карту. Вот здесь нормально, сейчас два залпа полетит, и большая часть сразу же развалится. Так, давайте, 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 валите их скорее, валите, 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 не дайте моему замку снова отлететь. Ребята, один раз сработало, второй раз уже не надо. Всё круто. Ещё раз затащили, апгрейд кастла, и вот ещё два слота у нас появилось. Можно уже экипировать себе обратно мага. Где у меня маг, где у меня угар. Всё, их обратно одеваем. Так, сюда. И где, 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 где? Так, кто у меня был? Лайтинг маг, по-моему, да? Всё, пока что их взяли. Дальше копим денежку, и покупаем ещё после этого кого-нибудь новенького. Тем временем, ребята, не забудьте, говорю, лысь поставить, если вам хочется побольше серии по этой игрушке, чтобы было более полное, более подробное прохождение, и всё в этом духе. Так, давайте их назад, и залп дадим. Тут что-то какие-то не страшные, больно. Ну, пока с вами, с вашим советом меня вполне себе устраивает моя армия. Очень даже неплохо эти ведьмочки справляются. Очень большая армия в итоге от нас отходит и начинает им наваливать. Так, ещё лучников призываем. Всё, отлично, всех завалили. Дальше, наверное, замок качать? Не знаю. Давайте пока замок покачаем. Добавимся ещё, ребят. Ещё один слот, хотя... Не знаю, надо... До максимума сколько надо замок прокачивать? Сколько это будет интересно стоить? Это мне любопытно. Так, ну, в целом, хорошо, справляемся. Пока что просто ждём. Чё ещё нам остаётся? Нам остаётся только сражаться и ждать, пока не появится босс, и пока мы не столкнёмся с новой какой-то титанической проблемой. Пока что вроде неплохо всё справляемся, и особо ничего придумать не нужно. Просто прокачиваем замок. Так, первый босс пошёл. Понятно с ним, но скиллы я только на этих юзу и на обычных чуваков. Так, крошите ему лицо как можно быстрее. Пожалуйста, ребята, спасибо! Ну, боссов прям вообще разгребают за секунду по той причине, что они прям присасываются к моему зданию, а там спавнятся новые скелеты, и они тут же ему люлей дают. Так, 3000. Ага, уже верхушка начала строиться. Видимо, на верхушке будет последний юнит или что-нибудь в таком духе. Так, всё, волны пошли снова. Могу скипнуть и сразу на босса напасть, но мне это неинтересно. Я пытаюсь, говорю, побольше денег нафармить, поэтому скипать за даймонды не буду пока. Пока в этом не вижу смысла. Как мне кажется, так как у меня ещё замок не достроен, лучники у меня не на максимуме, самые крутые башни у меня какие-то не стоят, поэтому мы ничего с такого не делаем пока. Пока мы только потихонечку скиллы используем и купим денежки на новые улучшения. Так, ещё один апгрейд, и крыша достроена. Крыша достроена, но ещё там не появилось возможности сидеть. Хм, ещё замок всё ещё можно улучшать. Видимо, стены в следующем будут улучшаться или что. Это больно любопытно. Так, слезнячки пошли. Ну, слезнячки уже были. Когда уже новых врагов не покажете, я хочу уже посмотреть, как будет происходить битва против каких-нибудь новых жопушников, скажем так. Так, так, давайте-ка вы немножко отойдёте назад. И что-то как-то реально вас много в этот раз, смотрю я. Даже мои маги не справляются с вами. Маги-то справляются, конечно, с ними, а вот мои маги нет. Ведьмочки, точнее. Ладно, всё, ещё один будет... Ещё один зачищенна территория. Так, появилась новая построечка. Можно купить себе ещё что-нибудь. Мне интересует что-нибудь ещё на голду. Есть бараки, на самом деле, за 7500. Можно призывать... Каждые 7 секунд будут призываться солдаты. Слушайте, а можно это накопить? Давайте накопим, чё бы и нет. Звучит вроде интересно. Либо замок буду дальше апать. Посмотрю. Но хотелось бы себе постоянный спаум каких-то солдат, которые бы сражались со всей этой кучей. И выручали меня, скажем так, за счёт этого. Так, давайте-ка ещё стрел. Чё-то как-то их много на меня прёт. Ещё закнокбетчим их и молнию сюда дадим. Благо маны у меня дофига. Могу кастовать очень много. Очень, очень, очень долго. Притом ещё могу кастовать всё это дело. В течение одного боя. И самое классное, что у нас есть лучница, которая за дэмэдж ману регенит. И это здорово. Так, ещё ап. А, так, денег сколько у меня? Пять тысяч. Оу! Мы в этом раунде уже накопим себе на новую постройку. И у нас будут новые юниты выходить. Жалко, больше нет постройки на какую-нибудь эту, говорю. Ааа. На ещё большее количество денежек. Я бы себе хотел. Может, конечно, барабанщиков всех завести. Барабанщики тоже клёвые. Но на золото там вроде больше нет, насколько я знаю. Насколько я видел, помню и тому подобное. Ууу! Чё-то в этот раз очень много врагов. Слушайте, прям очень дофига. Так, ладно, окей. Да, отстаньте своей рекламой. Ааа. Так, бараки. Призываем. Точнее, строим их и посмотрим, насколько это клёвая тема. Надеюсь, что реально прикольная. Сейчас посмотрим. Так, оп. И мечник призвался. Мечник-то... Как вообще? Ну, вроде он чё-то делает. Ладно, со всей этой кучей моей армии это даже неплохо смотрится. Так, всё, полетели все скиллы. Откидываем молнии. Всё, юзаем сразу. Эта самая жирная армия уже собирается. Слушайте, а мы неплохо вытанковываем всё это дело. Теперь мечники всё-таки имеют смысл. Либо я более правильно скиллы закинул в этот раз просто и всё. А, чё за фейербол покатился? Куда этот фейербол уходит? Эй, ты шарик, ты куда пошёл? Ладно, фиг с тобой. Дальше базу прокачиваем. И появился ещё один слот. Я могу купить себе что? Турель. Могу себе нового червячка купить. Можно себе нового червячка действительно купить. Либо же дерево за два косаря. Слушайте, наверное, дерево куплю себе. Пока что чё-то... Хотя, не знаю. Ладно, посмотрим. Не знаю, на самом деле, что ещё себе купить. В данный момент, что мне больше надо из построек. Наверное, дальше замок лучше качать. Как-то замок гораздо интереснее в этом плане прокачивать. Как мне кажется. Так, назад отошли. Ой, сейчас будет больно, походу, мне. Чё-то я так смотрю. О, это же босс-волна. Всё, понятно. Почему мне сейчас будет тяжело? Тут ещё и босс-волна. Слушайте, тогда, наверное, червячка буду копить. Чё-то я так подумал, что червячок неплохое приобретение. Знаете, даже не знаю, что это я так передумал. Но вот... Походу, будем сейчас мы брать нового червячка. Мне кажется, за 7500 он должен довольно больно дамажить. Так, ну я буду ждать, когда вся гурьба соберётся. И после этого уже скиллы закидывать. Всю эту дичь нашу, которая у нас есть. Чтобы сразу от всей огромной армии врагов избавиться. Это большая часть. А то эти катапульты меня и разгребут, вот как и в прошлый раз. Так, ещё и босс ко мне припёрся. Ну, босса мы почти с вами заколотили. Но было близко. Ещё одна попытка. И думаю, найс, найс, найс. Всё будет у нас после этого. Так, а может, слушайте, сразу скиллы жать. Хотя бы простые какие-нибудь. А по очереди закидывать их. И тогда будет, может быть, даже лучше. Может, я зря их как-то с ними тяну. Не знаю. Сейчас посмотрю, какой вариант лучше. Сразу поскилловать или потом лучше накопить. И тогда залп уже дать. Наверное, что-то я так смотрю. Кажется, что другой вариант лучше зашёл. Хотя, нет, да. Всё-таки тот вариант был лучше. Ну что, 10 тысяч у нас есть. Давайте возьмём нового червячка. Торн Ворма. Который должен быть очень дикий по урону, как я понял. Так, и поехали. Смотрите, как он себя будет сейчас показывать. Мне кажется, что он будет весьма неплох. О, он там несколькими колючками сразу стреляет. Так зачем я скилл проюзал, не знаю. Но он бьёт сразу по несколько раз. И мне кажется, что он крайне эффективен. Ещё смотря на его скорость атаки, я вижу, что он гораздо-гораздо быстрее бьёт. И это меня радует. Так, уууу, враги очень быстро сейчас отлетают. Слушайте, не, реально, червячок очень мощный. Очень классный. Ещё и хотелось бы... Жалко, тут не вылетает циферки урона, знаете. Так вот интересно было бы. Посмотрите, всё это дело как в РПГшке какой-нибудь. Так, ещё один поинт. Ещё деньги качаем. Так, всё. Я в этом плане не изменен, видимо. Вообще не меняюсь. Прокачиваю только это. Ну да, они даже до меня не доходят ещё. А я уже всех перебиваю этим червём. Так что, да. Червячок довольно крутое приобретение. А 60 даймондов уже максимум у нас. Интересно, количество даймондов можно увеличить? Или нельзя? Какой-то рок появился. Чё это такое? Голден Хорн. Монстр с Виллопир 30% Астрид Симиларз Геймс. А, это увеличит игру. Получается больше монстров. Они быстрее. И заканчиваю я тоже быстрее совсем. Видимо, это если уйти совсем в дальний элемент игры уже. Очень далеко. То это, наверное, нужно. Так. Что у нас? Есть деньги. Давайте качать замок тогда. У нас там уже пристройка. Quick Level Up появился какой-то там. За 90 тысяч, по-моему. Мне предложили по-быстрому прокачаться. Так. И... Оу-оу-оу. Здесь, кажется, есть ещё какие-то лидеры. Офигеть. За 50 тысяч можно взять какого-то лидера. А чё он даёт? А, у каждого он скилл почитать. Но это в следующий раз. Ладно, ребята. На этом будем заканчивать. Если вам данная серия понравилась. Если хочется продолжения по Grow Castle. Ставьте лайки. Буду продолжать. А также, если вы здесь впервые. Не забудьте подписаться. Нажать на колокольчик. Мне будет очень приятно. Да и... Если я вам понравился. Вам тоже будет весьма неплохо. Потому что будете видеть мои ролики. Понятное дело. И также в описании есть ссылка на мой ВКонтакте. Твиттер, Инстаграм, стрим канал. Туда тоже можете подписаться. На этом всё. Всем удачи. Всем всего хорошего. Всем всего приятного. Скоро с вами увидимся. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.